Всем привет! В этом ролике мы рассмотрим существующие типы сетчатых фильтров, предназначенных для механической очистки воды в помещении. А также разберемся в том, для чего нужен сетчатый фильтр, постараемся узнать, как и где его устанавливают в жилых помещениях, от чего защищает грязевик и какие поломки и неисправности сантехнического оборудования и арматуры он способен предотвратить. В наше время в городских квартирах и загородном жилье вопрос очистки воды стоит достаточно остро. У многих возникает желание получать чистую питьевую воду прямо из-под крана и не покупать ее в магазине. В этом ролике речь пойдет о предварительной механической очистке воды, которая в некоторых случаях крайне необходима для нормальной работы сантехнического оборудования и арматуры. После механической очистки воды при желании можно думать и об очистке воды для питьевых нужд. Но поскольку это две разные достаточно объемные темы, то о фильтрах для питьевых нужд мы поговорим в отдельном материале, ссылку на который вы найдете в описании к этому ролику. Вода с механической примесью, помимо вреда для здоровья и неприятных ощущений, оказывает сильное негативное воздействие на бытовые водоразборные приборы и арматуру. Для каждого санитарного прибора и арматуры есть свои технические требования к водной среде, где от критической насыщенности воды примесями будет зависеть срок службы и снижение межремонтного периода работы прибора. Для этого и предназначены фильтры механической очистки. Их еще называют фильтром грубой очистки или попросту грязевиком. Главная задача такого фильтра улавливать примеси в виде продуктов коррозии, органических волокон, окалина и песка, так или иначе способных повредить или уменьшить срок службы сантехнических приборов и арматуры. Примеси, содержащиеся в воде, принято делить на 5 классов. Групподисперсные, где размер частиц может составлять более 100 микрон. Среднедисперсные с размером частиц от 10 до 100 микрон. Мелкодисперсные с размером частиц от 1 до 10 микрон. Коллоидные с размером частиц от 0,001 до 1 микрон. И растворенные. Здесь размер частиц менее 0,001 микрон. Для примерного сравнения размера частиц можно привести человеческий волос, толщина которого колеблется в пределах от 70 до 100 микрон, что примерно сопоставимо по размеру с грубодисперсными частицами. С помощью сетчатого фильтра механической очистки отсекается грубодисперсная примесь, являющаяся потенциально опасной для работы сантехнических приборов и арматуры. Если говорить о вреде грубодисперсных частиц на наиболее понятном языке, можно привести некие примеры срока службы приборов в зависимости от качества воды. Данные примеры по заимствованному производителю инженерной сантехники. Ссылки на статьи можно будет найти в описании к этому ролику. Смеситель, оборудованный качественными керамическими кранбуксами или картриджем, при работе с нормальной водной средой, в составе которой присутствуют частицы размером не более 100 микрон, вполне может проработать от 8 до 10 лет. Но при эксплуатации с грубыми примесями и размером частиц около 800 микрон, кранбукс или керамический картридж смесителя может сломаться и потечь уже через год. Аэратор смесителя или так называемая сеточка, расположенная на кончике излива смесителя. Крупные частицы, попадающие в аэратор, способны в кратчайший срок забить сетку аэратора. В начале засора вода из смесителя будет литься тонкой струйкой, а затем она перестанет течь совсем. Что еще хуже, может начаться подмес воды. Более подробно о подмесе воды вы можете ознакомиться в моем другом материале, ссылка на который также будет в описании к этому ролику. Сливной бачок унитаза с поплавковым клапаном. Частица размером 1500 микрон способна перекрыть отверстие заливного клапана бачка унитаза, благодаря чему прекратится набор воды. Эмалированная ванна. Здесь механические примеси способны влиять на качество и срок службы эмалевого покрытия ванны, которая стирается и царапается до металла при попадании грубых частиц песка и ржавчины на поверхности эмали. Конечно же сроки эксплуатации являются приблизительной информацией, поскольку качество воды может меняться время от времени, а соответственно вместе с ним и срок службы приборов. Но это лишь небольшая часть неприятных моментов, возникающих от присутствия грубо дисперсной примеси в домашнем водопроводе. А ведь есть еще стиральные и посудомоечные машины, водогреи и прочее сантехническое оборудование, способное пострадать и сломаться. Теперь поговорим о самом фильтре механической очистки и его модификациях. Фильтр механической очистки или грязевик обычно устанавливается сразу же после отсекающего коренного крана, стоящего на входе в квартиру от стояка. Фильтр грязевик представляет небольшой корпус, имеющий обозначение направления потока. У корпуса с обеих сторон имеется присоединительная резьба, которая может отличаться диаметром, а также быть как внутренней, так и наружной. Внутри корпуса фильтра располагается сетка. Сетка в зависимости от комплектации может иметь различную пропускающую способность. Существуют фильтры, которые нужно собственноручно очищать, для чего необходимо откручивать дренажную пробку и промывать сетку. Также есть фильтры промывные, самоочищающиеся. У них вместо дренажной пробки установлен дренажный кран, через который производится проливка воды, очищающая от грязи извеси корпус и сетку. Грязевики могут иметь косое или прямое расположение фильтра. Тот или иной вид используется в зависимости от схемы расположения водопровода и удобства доступа к фильтру. Степень фильтрации косых и прямых фильтров в зависимости от установленной сетки колеблется в пределах от 300 до 500 микрон. Косой фильтр. Косой фильтр может устанавливаться как горизонтально, так и в вертикальном направлении, но при этом пробка фильтра всегда должна смотреть вниз. При вертикальном расположении косого фильтра направление потока воды допустимо только сверху вниз. В косом фильтре в очистке участвует только небольшая часть сетки, примыкающая в месте перекрытия выпускного канала. Поэтому по сравнению с прямым косой фильтр придется чаще вскрывать для очистки. Прямой сетчатый фильтр. Прямой фильтр размещают на горизонтальных участках водопровода заглушкой вниз. Важно знать, что у прямого фильтра работает вся поверхность фильтрующей сетки. Поэтому ресурс между очистками у такого фильтра намного выше по сравнению с косым. Универсальный сетчатый фильтр. Существуют и универсальные фильтры, их можно располагать на вертикальных трубопроводах с направлением потока снизу вверх. Корпус такого фильтра по отношению к присоединительной резьбе расположен под небольшим углом, позволяющим захватывать грязь и не давать ей оседать в вертикальной части водопровода. Промывной сетчатый фильтр. В этой связке отдельно стоят промывные или как их еще называют самоочищающиеся фильтры. За счет увеличенной колбы в таком фильтре могут устанавливаться сетки с увеличенной степенью фильтрации от 250 до 90 микрон. Промывной фильтр устанавливается только в горизонтальном положении. В нижней части колбы фильтра установлен дренажный кран с штуцером, через который можно слить накопившуюся грязь из колбы как в специальную емкость, так и в канализацию при наличии подключения слива от штуцера к канализационной трубе. Некоторые фильтры могут быть оборудованы манометром, показывающим степень загрязненности фильтра. Также такие фильтры могут быть объединены в одном корпусе с редуктором давления воды. Что касается прямого и косого фильтров, установка в них более тонкой сетки нежелательна, так как внутренняя камера для грязи в таких фильтрах достаточно мала. И поставив такой фильтр совсем мелкую сетку, придется часто производить ревизию и очистку фильтра, а также возможную замену прокладки пробки. В некоторых технических описаниях к водосчетчикам прямо указывается о необходимости установки фильтра механической очистки перед счетчиком. Поэтому в некоторых случаях, если обслуживающая компания позволяет, наводив квартиру перед счетчиком, вместо обычного грязевика некоторые устанавливают именно промывной фильтр. Но если перед счетчиком по каким-то причинам установка промывного фильтра невозможна, есть смысл установки перед счетчиком косого или прямого фильтра с сеткой не более 500 микрон. И уже после счетчика для защиты всего оборудования в квартире можно поставить промывной фильтр с более тонкой сеткой, вплоть до 100 микрон. Если необходимо обеспечить еще более тонкую механическую очистку воды или избавиться от растворенного и нерастворенного железа, солей, хлора, органики и даже вирусов, потребуется установка одного или нескольких магистральных фильтров с универсальной колбой под сменные картриджи. Такая водоподготовка обычно делается для питьевого водоснабжения. И тема эта достаточно обширна, поэтому о очистке воды для питьевых нужд мы поговорим в отдельном ролике, где постараемся разобрать все существующие нюансы. А на этом пока все. Не забывайте подписаться на мой канал. Всем удачи и до новых встреч!